Я Владимир Иванович, приветствую зрителей на своем столярном канале. Позитивное видео, вначале несколько вопросов. Делая уборку в столярном мастерской, мы обращаем внимание на что? Как вы думаете, на что обращаем внимание, когда делаем уборку в столярном мастерской? Придумали? Конечно, на отходы. Если отходов много, это что? Вопросительный знак. А если отходов мало, это что? Не знаете? Тогда смотрим видео до конца, и в конце фильма вы получите ответ. В моей столярной мастерской в уголочке стоит станочек. Уборку начинаю я отсюда. Этот станочек оборудован дополнительной площадкой. Сегодня хочу использовать площадку по назначению и выполнить столярную работу. Не буду рассказывать. Посмотрим до конца, и вы сами поймете, для чего эта площадка на фрезерном станке. Интересное видео, позитивное видео. Смотрим. Начал убирать в столярной мастерской. Дошел до распиловочного станка, и здесь увидел отходы в доходы. Уже такие фильмы были, но в любом случае вот эти отходы надо переработать. Решил приготовить несколько торцевых досок на кухню. Хаотичное плетение. Я их называл осень. Вот такая небольшая кучка прекрасного материала собралась за некоторое время. Этот материал надо переработать. Как я сказал, изготовить несколько мебельных щитов, порезать и изготовить торцевые доски. С чего начинается обработка? Первое. Из личного опыта скажу, что надо определиться с какой-то длиной. Если вот так будем клеить мебельный щит, пень будет выглядывать разной длины, вот это пойдет все в обрезке. Надо определиться с точной длиной. К примеру, 700 мм. И я режу 700 мм все заготовки. Короткие детали, которых не будет хватать, я буду зарезать на торцовочной пиле под 45 градусов. Буду вот так склеивать под углом. И снова буду резать по 700. То есть у меня определенный размер будет 700 мм. Это длина. За базовую длину выбрал 600 мм. Здесь получается одна сторона, есть какая-то или две даже. Все надо фуговать и все надо отпиливать на распиловочном станке. Здесь небольшая кучка, здесь сложены четыре стороны. А также надо фуговать и подгонять две или три стороны. Здесь кучка вообще вся разная длина. Здесь надо заниматься, делать одинаковую базу по ширине. Потом сращивать, потом отпиливать, потом, 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 потом. Все надо клеить и все надо подгонять. Из этой заготовки надо сделать две базы. Длина. 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 Вот такие получаются заготовки, они разные по толщине, совершенно, но одинаковые по высоте, 30 миллиметров беру за базу, потом буду набирать щиты, это хаотичные, буду склеивать, вот такие получаются заготовки, и так разная толщина, габаритный размер получился 30, планировал больше, но не получается. Струбцины для рейсмуса, склеиваю из расчета 315 миллиметров, чтобы по 50 миллиметров мне потом резать, щиты должны быть примерно одинаковой ширины, плюс-минус, для склейки использую струбцины на 320 миллиметров, клей Тайбонд 3, зеленая этикетка, этот клей разрешен для применения, для контакта с пищевыми продуктами. Температура большая, склейка происходит быстро, вот такие щиты, дальнейшая операция, надо все профуговать, и вымерять самый узкий щит, и от него начинать делать разметку, и остальные щиты надо резать так, чтобы выходило одинаковое количество заготовок. Наверное, многие заметили, как я руками пользуюсь при выходе заготовки. Друзья, джек, промышленный станок, 380 вольт, но бывает ступеньки делает, непонятно, или клей прилипает, или-или. В любом случае, выручает меня варьер, здесь резиновые прижимы, резиновые валы, и ступеньки в нем нет, плюс еще чугунный стол снизу, цельный. На джеке, там стоит еще валик. ДЖКИНОВАНИЕ 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 Продолжение следует... Итак, первая склейка после переворота на 90 градусов. Получилось три щита, жду высыхания. Дальше процедура одинаковая. Рейсмус пилить на делянке, переворачивать на 90 градусов и склеивать. Лучший эффект достигается, когда четырежды делаем переворот. Вот, друзья, материала очень мало. Хочется сказать, сколько пошло в отходов. И поэтому торцевые доски делать, я не скажу, что невыгодно, но очень большой расход материала. И когда заказчику говорят, что цена доски 2000-3000, он думает, как это дорого. На самом деле материала уходит порой даже намного больше. Единственное спасение, это когда отходы. Когда отходы превращаем, тратим свое рабочее время. Но в любом случае мы сберегаем материал, сберегаем те все остатки, которые остаются. И вот склеиваем. Итак, еще трижды мне надо порезать. Самое интересное, что резать надо так, чтобы было нечетное количество. Делить линейкой. У меня все щиты одинаковые практически, поэтому я режу так, чтобы здесь оставалась небольшая полосочка. Первая склейка с переворотом, клей высох. Вот так смотрятся эти щиты. Надо обработать на грязнице. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Выполнен второй переворот на 90 градусов. Итак, склеиваю щиты. Маленьких струбцин оказалось мало. Надо склеивать обязательно, чтобы заготовка была как можно шире. И все заготовки желательно, чтобы были одинаковые. Тогда легче обрабатывать по ширине на распиловочном станке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Произвел третью склейку с переворотом, вот так все смотрится уже красиво, я думаю на этом надо остановиться, достаточно. Рассчитывал так, что габаритная ширина 310 миллиметров, при склейке буду смещать как кирпичики немного вот эти места, места склейки, жду высыхания полного, оставляю на ночь, три мебельных щита, заготовки высохли, высохли очень хорошо, итак обработка поверхности, дальше нарезка на пластины и склейка, трех переворотов я думаю достаточно, чтобы остановиться, как я говорил. Для ресмусования буду использовать станок Вариор, это классический станок, в нем поднимается стол, голова стоит на месте, и стол цельный, литой из чугуна, валики обрезиненные, поэтому ступенек нет. После ресмуса заготовка имеет такой вид, еще раз скажу, ступеньки нет, вот это преимущество огромное этого станка. Каретка, распиловочный станок, первое подрезаю, если мало, еще раз подрежу, потому что как бы экономишь материал. Второе, выставляю 40 миллиметров параллельный упор, начинаю пилить заготовки, сколько получится. Параллельный упор, начинаю пилить заготовки, сколько получится. Параллельный упор, начинаю пилить заготовки, сколько получится. Параллельный упор, начинаю пилить заготовки, сколько надо пола goodness. Смотрите продолжение в следующей части. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С помощью этой струбцины достигается усилие, и усилие это распределяется точно по центру, равномерно. Используя рычажные струбцины, всегда можно получить изгиб при склеивании. Продолжение следует... 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 Работы, которые я выполнил... На фуговальном станке прошел базу... Вот эти две базы с помощью уголка и фуговального станка... Подровнял на распиловочном станке и снова прошел на фуговальном станке... На шлифовальном станке сделал скругление... И теперь надо снять фаску... Такая небольшая фреза радиусная... Буду проходить в обратном направлении, чтобы предотвратить скалы ванили... На рабочий стол установил приспособление для изготовления вставного шипа... Вот такая полукруглая фреза... Настраивается приспособление больше, чем фрезеруется... И теперь шлифовка по всей поверхности... Вот так выглядит готовая столярная работа без финишной отделки... В качестве изюминки я использовал клише и здесь прожигал в одном месте... Потом наносил финишное покрытие из воска с маслом... Сейчас есть станок ЧПУ... Хочу попробовать... Хочу что-то сделать новое и интересное... Самое интересное, наверное, то, что на этом станке на ЧПУ есть такая площадка... Площадка расположена с боковой поверхности... Ясное дело, что здесь и здесь прямой угол... Эта площадка служит для того, чтобы на нее укреплять... Вот так детали... Интересное решение... Сам портал выходит на небольшое расстояние... Сейчас я замерю и скажу точные цифры... Итак, здесь можно укреплять детали и производить фрезеровку... Можно делать паз, можно сделать шип... Можно вот эти детали наклонять, которые будут здесь укреплены на площадку... Сейчас укреплю деталь... Эту деталь я центрирую по плоскости стола... У меня она ровная... И попробую сделать надпись... Гравировка по средней линии... Изготовил прижимы... Четыре штучки... И на этих прижимах будет держаться моя заготовка... Итак, мне надо... Сделать поверхность моей заготовки... Поверхность рабочего стола в одной плоскости... Есть у меня инструмент... НОНИУС называется... Он очень чувствителен... Обработка с центра заготовки... Установил первую программу... Гравировальная фреза Димаровская... 30 градусов... 0,5... Площадка... Все готово... К тому, чтобы посмотреть... Как будет получаться... Старт... Установил первую программу... Димой Ладон... Санкт-Петербург Санкт-Петербург еще хочу снять эпизод потому что очень понравилось очень красиво еще раз друзья я работал художником и для меня шрифт всегда было чем-то моим родным и знакомым тем более написание красивым шрифтом оси обнулил а 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 наверное многие кто смотрит этот фильм я думаю такая площадка понравилась и большинство зададут вопрос а какие же размеры обрабатываемые детали да именно по ширине вот здесь поэтому машиной 0 наверно сейчас загоним поехал станок машиной 0 потом мазетку опустим по их супа подъедем к середине детали и произведем замер щелчок назад отлично и так ручные вот друзья та безопасная зона пять миллиметров машинных нулей и скажем сейчас я произведу замер так произвожу замер 65 миллиметров и так ширина рабочей площадки на которой можно производить обработку 65 миллиметров не более интересное интересное приспособление мне оно понравилось и оно расширяет возможности не только станка но и возможности мастера прикиньте какие большие детали вот сказал да слово детали и так друзья сейчас деталь установлена 800 от пола можно еще приподнять немножко вот в любом случае где-то 800 850 по длине наверное 900 можно обработать здесь детали развел эпоксидную смолу старого образца не новая а именно старая добавил краситель и букву все залил я не хочу что были углубления скапливалась пища все должно быть гладко потому что торцевую доску очень часто моют жду высыхания шлифовка и самое интересное посмотреть на готовую работу вот так выглядит готовая столярная работа в начале фильма я задал несколько вопросов своим зрителям и в конце фильма обещал будет ответ ответ очень простой много отходов вредно мало отходов скучно звучит интересное словосочетание я думаю для столярной мастерской это вполне приемлемо а текст который написаны здесь на торцевой доске звучит так много есть вредно а мало скучно конечно немножко теряется за счет того что здесь разный фон и темный и светлый в любом случае мне хотелось попробовать испытать сегодня как работает гравер прописать текст мне очень понравилось я прям балдел от написания тем более время для написания 7 и 8 минут было потрачено совсем мало красиво хорошо напомню что текст залит смолой эпоксидной и отшлифованный вот это такой маленький кусочек смолы остальное все экологически чистое термодерево дерево камерной сушки клей тайбон 3 и для обработки финишный использовал воск с маслом так что вот такая солярная работа экологически чистая ее можно применять на кухне весь тяжелый не знаю сколько около 4 килограмм наверное размер стандартный 300 на 400 я делаю толщина 35 миллиметров сегодня также я испытал площадку которая прикручена на фрезерном станке установлена сбоку интересное решение заводское и вот с помощью такой площадки именно я и выполнил вот такую гравировку итак на главный вопрос я ответил и продолжаю делать уборку в столярной мастерской уборка затянулась на несколько дней потому что потому что хотелось сделать уборку начал производить в зимней форме одежды а закончил в летней форме одежды и вот так выглядит мастерская после уборки самый проблемный участок который меня был хочется показать вот здесь все переработал задавайте вопросы комментируйте пишите всем доброго с уважением Владимир Иванович спрашивайте все 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 Продолжение следует...